С полисом ОМС в любую частную клинику. Сделать такую практику обязательно для всех подобных медучреждений предлагает Федеральный Минфин. Сейчас бизнесмены обслуживают граждан в добровольном порядке. Если услуга стоит дороже, чем это предусмотрено в рамках полиса ОМС, пациент сможет доплатить из собственного кармана. Сейчас такой возможности у него нет. Впрочем, эксперты опасаются, что частные больницы могут оказывать в рамках обязательного страхования только выгодные им услуги. Остальное останется государственным поликлиником. Клиникам будет это интересно и неинтересно в том случае, если будет адекватный тариф, отчетность соответствующая. Если, допустим, какая-нибудь частная клиника за оказыванную услугу на 100 рублей должна будет очень большое количество отчетов посылать, наверное, они не будут этим заниматься. У нас каждый год в систему заходит большое количество частных клиник и также выходит из нее. По данным участников рынка, всего в Самарской области по системе обязательного медицинского страхования работает 180 клиник. Из них частных 60. При этом из фонда ОМС последние получают лишь 5% от общей суммы отчислений. Скорее всего, это связано с тем, что полисы обязательного медицинского страхования не смогут покрыть стоимость большинства их услуг. Жители города на вопрос о том, будут ли они ходить в негосударственные больницы в рамках госпрограммы, ответили неоднозначно. А почему бы и нет? Ну, там обслуживание более эффективнее. Ну, я думаю, что там и специалисты более высшего уровня. Возможно, стало бы. Почему? Потому что некоторые врачи из государственных поликлиник вводят в частные. Конечно, не ко всем. Если достойный врач, почему бы и не сходить? А так, я не могу сказать, что частные – это прям вот круто. К слову, сумма покрытия полиса ОМС в Самарской области составляет 80 тысяч рублей в год. Если реформа всё же будет одобрена, то первые изменения должны начаться уже во второй половине 2018 года.